Всем привет, с вами Игорь Левичев и это мой видеообзор на набор Лего Звездные войны, артикул которого 75-152 под названием имперский ховертанг. В этом наборе 385 деталей, год его выпуска 2016 и рекомендованная розничная цена этого набора в России 3399 рублей. Этот наборчик мне предоставил на обзор мой товарищ Денис. И мы начинаем! Ускоренный взгляд на коробку и инструкцию. Именно так они выглядят в этом сете. А теперь мы переходим к мини-фигуркам. Всего их у нас здесь три штуки. Первая это Чирут Имве, слепой воин, не являющийся джедаем, однако придерживающийся их идеалов. Хоть вукипедии и сказано, что он не был чувствителен к силе, но все же я полагаю, что при помощи усердных медитаций он смог преодолеть слепоту и стал видеть именно сквозь силу, подобно Кейнану из мультсериала «Повстанцы». Но это не точно. Узнаем, что да как уже в кинотеатре на премьере фильма. Говоря о мини-фигурке, у нее белые глаза, так как Чирут слеп. Есть принты на теле спереди и эксклюзивная принтованная кама. Не забываем о принтах сзади и о втором выражении лица. Вооружен Чирут лазерным арбалетом, который можно прикрепить к крючку, расположенному на спине. А также в его арсенале присутствует посох, которым он, кстати говоря, неплохо управился с имперскими штурмовиками, что мы и увидели в трейлере фильма. Левая кисть мини-фигурки белая, так как в оригинале на этой руке у него есть какое-то приспособление, похожее на щиток, из которого будет выходить либо лазерное лезвие, как у светового меча, либо поток огня наподобие огнемета. Но это лишь мои догадки. Таким образом, леговцы решили сэкономить на детальки принтованной руки. В заключение хочу сказать, что лучшим другом Чирута является Бейс Марбус. И последняя мини-фигурка в наборе это штурмовик-пилот Ховертанка. У него у нас присутствует абсолютно новая деталь шлема, изготовленная специально для этих солдат. Лично мне они очень нравятся, и я бы хотел собрать небольшой отряд из этих штурмовиков. У мини-фигурки есть принты на теле и на ногах с перья, а также на торсе сзади. В наборе мы получаем парочку таких солдат, которые ничем не отличаются друг от друга, кроме оружия. Кстати говоря, выражения их лиц также не отличаются. Но не забываем о том, что они у нас не клоны. А теперь давайте взглянем на Ховертанк. Эта модель выполнена по новому фильму «Звездные войны. Истории. Изгой-1». Танк средних размеров. 20 сантиметров в длину и 6 в высоту. Его огневая мощь точно заставит повстанцев делать ноги. Ведь спереди у нас есть статичная пушка, выстрел которой мы можем имитировать при помощи ракеток на пружинном механизме. Для того, чтобы привести их в действие, нам надо покрутить шестеренки, находящиеся по бокам. Ну и как обычно в комплекте есть еще одна запасная ракетка. Там же Ховертанк оснащен еще двумя пушками, которые могут крутиться на 360 градусов. Однако, это еще не все. Сверху на люке мы имеем винтовку, двигающуюся вверх и вниз. Кстати говоря, если мы откроем люк, то внутри сможем увидеть двух пилотов, сидящих один за другим. Чтобы было проще посадить их внутрь, в наборе есть второй люк, расположенный с перьей. Здесь мини-фигурки никак не закреплены, так как сидят на плоских деталях. Также можно заметить два крючка, к которым присоединяется оружие штурмовиков. С задней стороны танка есть достаточно много места для мини-фигурок. Либо для оранжевых имперских ящиков с боеприпасами. В этом же лежит маленький бластер, а также бинокль. Наши штурмовики могут легко перемещать его вдвоем. Кстати, сзади может поместиться аж два таких ящика, но в нашем наборе был лишь один. И конечно же, ховертанк может с легкостью передвигаться при помощи прозрачных колесиков снизу. Говоря о внешнем виде набора, он выполнен вполне на уровне. Но больше всего меня согревает душу то, что здесь не было ни одной наклейки. Это просто супер класс. И как же я могу оценить данный сет? За функции я ставлю лайк, так как набор вполне себе играбельный. Детализация также меня порадовала, а мини-фигурки просто шикарные. Единственное, что может вас остановить в покупке этого набора, так это его цена. 3400 рублей, на мой взгляд, это слишком много. Максимальная цена, которую я бы дал этому набору, это 2500. Так что я рекомендую вам отложить приобретение этого набора до того момента, пока на него не появятся скидки. А в целом я ставлю этому сету серебряный кубик, потому что не каждый фан Звездных войн нуждается в этом наборе. Больше всего я советую его тем, кто собирает армию штурмовиков. Возможно, даже можно купить несколько таких танков для армии. Также советую его тем, кто хочет вдоволь наиграться новеньким наборчиком лего, потому что этот сет отлично для этого подойдет. А что думаете вы по поводу этого набора? Оставляйте свое мнение в комментах внизу. Теперь будет небольшое лирическое отступление. Да, я перешел на новый вид обзоров, и в комментариях к предыдущему видео было много отзывов как за, так и против данного стиля. В общем-то, я вряд ли буду возвращать предыдущую манеру обзоров, так как новое мне кажется более профессиональной и интересной. И у меня получается за короткий промежуток времени дать подробный рассказ о наборе. Но, конечно же, я не отрицаю и то, что новый стиль далек от совершенства. Поэтому я хочу предложить вам помочь мне в усовершенствовании данного вида съемки, чтобы я смог достичь высот и в нем. Пишите в комментарии к этому видео то, что мне следовало бы улучшить в съемке или в тексте, и что я мог бы добавить видеоролики, чтобы их разнообразить. На этом на сегодня все. Не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх, комментировать данное видео и смотреть больше роликов на моем канале. Совсем скоро выйдет множество видеообзоров на наборы по новому фильму. А также в течение этой недели ждите обзоры на наминочки 2017 года. Всем спасибо за просмотр, с вами был Игорь Левичев, еще увидимся, пока! Вооружен чирут лазерным арбалетом, который можно прикрепить к крючку, расположенному... Вооружен... Вооружен чирут лазерным... Вооружен чирут лазерным арбалетом... Он, кстати говоря, не... ВООБЩЕНИЕ 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 ВООБ�